Ну и сейчас мы возвращаемся в Москву. Красная площадь. На трибунах еще остаются ветераны. Там находится наш корреспондент Михаил Акинченко. Ему удалось пообщаться с главными героями этого праздника. Михаил, вам слово. Да, добрый день. С праздником вас. Ну, на трибунах уже никого, конечно, не остается. Как вы видите, все зрители, большинство из них сейчас находятся на Красной площади. Боевая техника, воинские расчеты уже ушли, но люди еще остаются здесь. То есть фотографируются, поздравляют друг друга, обмениваются впечатлениями. Надо сказать, что мы были здесь на генеральной репетиции только позавчера. И скажу, что никаких изменений в сценарном плане, никаких неожиданностей сегодня мы, конечно же, не заметили. Но вот главное отличие, которое невозможно увидеть, можно, пожалуй, только ощутить, это вот какое-то невероятное ощущение торжественности, которое было сегодня. И на генеральной репетиции, конечно, оно ощущалось совсем не так. И вряд ли ошибусь, если скажу, что большинство зрителей, а их сегодня вот на трибунах было около пяти тысяч, испытывали подобные же чувства. Причем надо сказать, что первые ряды, самые почетные места, около двух тысяч мест, были сегодня отданы ветеранам, участникам Великой Отечественной, труженикам тыла, которые прошли всю войну. Они сегодня смотрели за парадом, наблюдали за ним. Ну, и многие из них сейчас идут на встречи, мы разговаривали с ними, многие договариваются со своими друзьями о встречах, о поздравлениях. Ветераны расходятся, люди расходятся, но уже через несколько часов, буквально через несколько часов. Торжественные мероприятия на Красной площади продолжатся. Здесь, мимо стен Кремля, пройдет бессмертный полк тех людей, без которых сегодняшний праздник был бы невозможен. Но тех, кто этот праздник, конечно, увидеть не смог, до наших дней не дожил. Студия. Да, Михаил Акинченко из Красной площади. Продолжение следует...